В Казахстане оказался лидером по росту цен на продовольственные товары среди стран Евразийского экономического союза. С начала пожара опасного периода только на территории города Ак-Тубе было зафиксировано 124 случая пожара, в которых погибли два человека и еще пятеро получили травмы. Медицинский поезд Жардема побывал на станциях Ногайты, Карашов-Ката, Мугалжар, Акимер, Никельтау и других селах Актюбинской области. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Касамжимар Такаев принял участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает о Кардаке и Зет. Саммит с участием президента в пяти стран начал свою работу сегодня в городе Чулпан-Ата в Кыргызстане. Уважаемые главы государств, уважаемые участники встречи, прежде всего выражаю глубокую признательность президенту Кыргызской республики, уважаемому Садеру Нурважаевичу Жапарову за теплый прием гостеприимства, прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куля. В своем выступлении Касамжимар Такаев отметил, что консультативные встречи стали важным фактором международной политики, позволяя главам государств в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Ключевым вопросом повестки дня выступления было названо укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Как заявил глава нашего государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Поступательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Совместными усилиями удалось не только восстановить допандемийный уровень взаимодействия, но и существенно нарастить товарооборот. По нашим данным в прошлом году объемы внутрирегиональной торговли выросли на 27%, превысив 8 миллиардов долларов. Касым Джамартакаев считает, что лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. По его словам, Казахстан готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений. Обеспечение устойчивого развития стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемирное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене. Актуальной задачей, считает наш президент, остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения. Важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений, а также последовательно улучшать условия транзита. На консультативной встрече также выступили президент Кыргызской республики Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эммали Рахмон, президент Узбекистана Шавхат Мирзиёев и президент Туркменистана Сирдар Мбердемухамедов. Вместе мы должны сделать так, чтобы Центральная Азия оставала зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития. В этой связи считаем целесообразным активизировать и усилить политико-дипломатическое взаимодействие. Координацию работу должны взять на себя внешнеполитические ведомства наших стран через механизм пятисторонних регулярных консультаций. Нужен постоянный мониторинг ситуации, своевременный обмен информацией, объективный анализ событий, происходящих в мире, как основа для принятия решений. По итогам встречи было принято совместное заявление консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобренной Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы. Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, региональная программа «Зеленая повестка для Центральной Азии», кроме того, согласован пятисторонний договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. И начата процедура его подписания. Также подписано решение глав государств, учредителя Международного фонда спасения Орала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Орала. Ирина Гудь, по материалам интернета, изданий, программа «Факт». Казахстан оказался лидером по росту цен на продовольственные товары среди стран Евразийского экономического союза, сообщает информационное агентство «Костак». Однако не только статистики замечают подобную тенденцию. На стабильный рост цен в магазинах жалуются и рядовые октябинцы. Среди стран ЕАЭС Казахстан занял первую строчку в топе стран с наиболее значительным приростом цен на продовольственные товары. Октябинцы уже не удивляются стабильному росту цен на продукты. Лишь с ожелением наблюдают, как продавцы ежедневно меняют ценники на прилавках. Цена растет каждый день. На какие продукты? На все. На все, на все. Абсолютно на все. Нету там такого отделяется. Все дорого. С чем это связано? С чем связано, не знаю. Говорят, доллар растет. То, говорят, российские эти. В России что-то такое деньги там дорого. Мне, как я работаю, очень мало зарабатываю. Мне вот выходить в августе на пенсию, мне не хватает, например, этого. Это же вообще дорого. Как думаете, с чем связано? Не знаю, с чем они могут это связывать. Я думаю, что это очень невыжимаемо. Для пожилого человека это очень тяжело. Каждый день растут. И все цены. На какие продукты? Да, на все. Хоть что. Берешь. Вы заходите, вы же тоже питаетесь, по-моему, да? Ходите в магазин, покупаете продукты. Вы сами видите это все. Как думаете, с чем это связано? Потому что у нас ни хрена ничего не работает, понимаете? Не сеют, не сажают, вообще ничего. В Казахстане ничего не делается. Как отмечают жители, для того, чтобы купить продукты первой необходимости, хлеб, молоко и несколько видов овощей уходит как минимум 3-4 тысячи. Килограмм гречки Актюбинцу обойдется в 671 тенге. Десяток яиц первого сорта в 345, а килограмм картофеля в 229 тенге. Что же касается сахара, то на полках магазинов этот продукт встретишь нечасто. Его раскупают в первые же минуты, как только привозят со складов. Жанна Акжолова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». С начала пожароопасного периода только на территории города Актюбе было зафиксировано 124 случаев пожара, в которых погибли два человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. О профилактических мероприятиях, проводимых в пожароопасный период и купальный сезон, рассказали сегодня спасатели. На территории города Актюбе проводится реализация мероприятий по профилактике тушения степных пожаров в целях отработки навыков по сбору и выезду и тушению пожаров, добровольно-противожаренному формированию во взаимодействии с другими служениями проведено два пожарно-тактических учения. Для защиты города от природных пожаров проведено устройство минерализованных полос, то есть опашка вдоль лесополоса, прилегающая к территории города Актюбе. Также спасатели рассказали, что на территории города функционирует один коммунальный из 16 частных пляжей, а также два аквапарка. Эти территории обслуживают 64 спасателя, которые прошли специальное обучение. С начала купального сезона спасатели совместно с сотрудниками полиции, местными исполнительными органами и волонтерами провели 1400 рейдовых мероприятий на водоемах города. В результате нарушений различных правил поведения на воде было составлено 92 административных протокола. Слабая инфраструктура продолжает оставаться насущной проблемой для жителей Актюбинских окраин. Однако, по словам некоторых из них, работы в данном направлении властями ведутся, и ситуация постепенно налаживается. К примеру, в жилом массиве Жанакуныс. Жанакуныс В жилом массиве Жанакуныс-1, по словам местных жителей, функционирует подстанция, правда иногда с перебоями, а также есть и газы и водоподведения. Общественный транспорт здесь также курсирует, и ряд дорог заасфальтирован. Но остаются и те, где наблюдается большое число ям и ухабов. О том, как идет процесс налаживания инженерных сетей и строительства дорог в менее благоустроенных Жанакуныс-3 и 4, в жилищно-коммунальном хозяйстве не рассказали. Сотрудники городского управления полиции сегодня провели оперативно-профилактическую акцию «Безопасная дорога». На площади перед железнодорожным вокзалом водителям и пешеходам были розданы информативные брошюры и разъяснялись правила дорожного движения. Очередной профилактический рейд сотрудники патрульной полиции сегодня провели около железнодорожного вокзала. Место проведения ОПМ было выбрано не случайно. Именно здесь ежедневно парковочные места являются самыми заполненными. В основном здесь находятся таксисты, которые осуществляют пассажирские перевозки людей по городу и в районы области. С 20 по 31 июля текущего года на территории областного центра проводится ОПМ «Безопасная дорога». В этой связи в городе Ахтюбе в целях недопущения дорожных транспортных происшествий нарядами батальона патрульной полиции на площади ЖД вокзала проводятся профилактические мероприятия, где водителям, осуществляющим пассажирские перевозки, раздаются брошюры с анализом дорожных транспортных происшествий. ОПМ «Безопасная дорога» началась с традиционной раздачи брошюр, где расписаны правила дорожного движения и статистика несчастных случаев на дороге. После чего патрульные беседовали с водителями, разъясняя им меры безопасности во избежание ДТП. Несмотря на то, что полицейские стараются чаще обезопасить людей профилактическими мероприятиями, в нашем городе продолжает происходить ДТП. С начала этого года произошло 133 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли и 151 получили различные травмы. В городском управлении полиции призывают граждан не пренебрегать правилами дорожного движения. Томирис Шумабаева, Юрий Шаповалов, программа «Факт». С 19 по 21 июля текущего года по территории обслуживания ЛОП на станции «Акту-Б» проводится широкомасштабная акция «Стоп наездом». Основная цель мероприятия – предупреждение и профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В день акции было выявлено 36 административных правонарушений, связанных с незаконным переходом по железнодорожному полотну этапа ст. 559, часть 5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В период проведения акции организованы профилактические беседы среди жителей, проживающих вблизи железной дороги, а также среди пассажиров в залах ожидания железнодорожного вокзала и в пассажирских поездах. Полицейские раздают буклеты и памятки о правилах поведения и напоминают о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами и железнодорожными переездами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками. При этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и работниками железнодорожного транспорта. Медицинский поезд «Жардем» прибыл в Активенской области 29 июня для проведения бесплатных медицинских осмотров жителей отдаленных станций. Врачи разных специализаций, в том числе терапевты, кардиологи, хирурги и стоматологи, побывали на станциях Нагайты, Карашоката, Мугалжар, Акимер, Никельтау и других селах Активенской области, посетив в общей сложности 12 населенных пунктов. Я считаю, что это очень полезное для нас мероприятие. Специалисты, прибывшие на медицинском поезде, оказывают качественную помощь жителям, также дают советы по профилактике различных болезней. Сам я к врачу хожу нечасто, два-три раза в год. 23 мая поезд «Жардем» отправился со станции «Алматы-2» в Бангустаусскую область, далее направился в Атраусскую область. Кроме того, 20 июня также запустили еще один медицинский поезд с «Алматы-Казахстан». Согласно плану, поезд стартует из «Алматинской области» и последует в Житый-Суйскую, Абайскую, Восточно-Казахстанскую и другие области Казахстана. В общей сложности оба поезда охватят население 147 железнодорожных станций страны. Сроки созревания зерновых культур Казахстана ожидаются в основном около среднемноголетних значений, сообщает Кастак со ссылкой на пресс-службу РГП Казгидромет. В западных областях сроки у яровых зерновых культур ожидаются в основном около и позже многолетних значений, в зависимости от срока сева, говорится в сообщении. В Мартугском, Хромтауском и Каргалинском районах Октябренской области созревание ожидается позже среднемноголетних дат. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Кастак сообщает, свыше 2000 новых случаев COVID-19 выявили за сутки. В Казахстане сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса. Антилидер по заболеваемости Алматы 650 случаев, в Нур-Султане 642, в Шенкенте 145. Спутник сообщает Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля 2022 года представили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. В желтой зоне оказался Нур-Султан. До этого власти сообщили, какие ограничения будут действовать для этой зоны. На дистанционку переводятся контактные лица, сотрудники с противопоказаниями к вакцинации. Рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, аэропорты, вокзалы, рынки, ТРЦ, театры, кино, ционные банки. В коллективах и во всех видах транспорта. В зеленой зоне остаются все остальные регионы. Спутник сообщает, по итогам первого полугодия в стране зарегистрировали более тысячи коррупционных уголовных правонарушений на 30,5% больше, чем годом ранее. Большинство правонарушений относилось к получению или даче взятки, а также к мошенничеству, сообщает Финпром КИЗ. Из общего числа 13 правонарушений относятся к особо тяжким, 952 правонарушений тяжкой степени, 299 правонарушений средней тяжести, 48 небольшой. Отмечается, что также часто регистрируются случаи злоупотребления должностными полномочиями и присвоения или растрата вверенного чужого имущества. Спутник сообщает, рабочая группа, созданная Министерством просвещения, в которую вошли ученые, психологи, родители и педагоги изучили предложения экспертов и результаты научных исследований по продолжительности учебного года для школьников. Ранее эксперты неоднократно обращались в Министерство с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Рабочая группа изучила все предложения и международный опыт. Рабочая группа не поддержала предложение экспертов и внесла альтернативное предложение не менять срок начала учебного года и оставить как прежде 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней и уже с начала лета, то есть 1 июня, дети смогут выйти на каникулы. Таким образом, все лето с 1 июня до 1 сентября дети будут отдыхать на каникулах, говорится в сообщении. Сейчас на Рико-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. По сравнению с прошлым годом в Ак-Тубе вырос уровень детского травматизма на 30%. Стоматологические услуги в частных поликлиниках дети до 18 лет могут получать бесплатно. Сегодня в нашем городе открылась выставка скульптур молодого актюбинского художника Алмаза Елеова и его учеников. Мы все любим свою страну и мы знаем ее проблемы. Мы видим, что настало время масштабных реформ, чтобы каждый имел права влиять на развитие своей страны и возможности, чтобы сделать лучше свою жизнь. Мы должны построить справедливое государство, где все решают неродственные связи и нет монополии на власть. Где сильный парламент, честные выборы, правопорядок с соблюдением всех гражданских прав, средства массовой информации, говорящие правду, неправительственные организации, приносящие пользу, эффективное самоуправление и сильные регионы. Наше единство в равных возможностях. Давайте строить новый Казахстан! Реклама Рекламная служба Медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе Медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Вы смотрите программу «Факт». На Рика ТВ мы продолжаем. По сравнению с прошлым годом в Ак-Тубе вырос уровень детского травматизма на 30%. Об этом сегодня рассказали в администрации областной детской больницы. Основными причинами обращения в приемный покой учреждений являются травмы, полученные при ДТП и от укусов животных. С начала года в приемный покой детской областной больницы обратилось 8792 человека. 10% из них были госпитализированы. 354 обращения поступило после укусов собак, кошек, каракуртов, змей, кроликов и прочей живности. 245 детей пострадали в ДТП. Основные причины поступления в данное учреждение – закрытые черепно-мозговые травмы и переломы нижних конечностей, в том числе и от падений с высоты. В падении с высоты у нас за 6 месяцев было 7 обращений. Все дети были госпитализированы, оказана квалифицированная медицинская помощь. Като-травма, были падения и в погреб было падение, были падения с этажей. Состояние детей стабильное, удовлетворительное сейчас находится на амбулаторном лечении. Снижению уровня детского травматизма могло бы помочь оснащение окон запорами сеток, а колодцев – люками. Однако в нашем городе по обоим пунктам вопрос остается открытым. За последний год число обращений в приемный покой увеличилось на треть. К счастью, уровень смертности среди пациентов невелик. С начала года в реанимации областной детской больницы умер один пациент. 9-летний мальчик, который упал с большой высоты на элеваторе в конце мая. Влад Рогушев, Сергей Калашников, программа «Факт». Стоматологические услуги в частных поликлиниках дети до 18 лет могут получать бесплатно. Такое новшество в нашем регионе введено с 2020 года. Сегодня в областной детской стоматологии рассказали о нынешней поддержке субподрядчиков. Мы сейчас оказываем детям помощь по форме субподряда. Нам непосредственной прямой договора с ФОМСом или с облздравом у нас нет. У нас договор с поликлиниками. Если мы лечим, например, прикрепленные первой поликлиники, столько-то количества, мы в конце месяца даем этой поликлинике список детей, и оказана помощь. Это все на медицинской системе, вот этот Дамомед. И они тоже видят, и мы тоже видим. Сейчас в областной детской стоматологии прием пациентов осуществляется в порядке живой очереди. Сначала детей приводят на осмотр, а в дальнейшем врач уже назначает определенные процедуры у специалистов, к примеру, лечение или удаление. Прием пациентов в областной детской стоматологии ведется шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Сегодня в нашем городе открылась выставка «Скульптур». Молодой октябинский художник Алмаз Елеов вместе со своими учениками продемонстрировал портретные композиции. Сегодня у нас открылась в мосту выставка скульптурных работ моих и моих учеников. Получается, здесь можно увидеть работы в динамических позах, а также мы развивали навык лепки портретов. На выставке представлено порядка 30 работ художника и его учеников. На каждую такую скульптуру уходило по несколько недель трудоемкой работы. В целом же срок подготовки к этой выставке занял почти целый год. Экспозиция будет длиться два дня. О спорте. Две серебряные и две золотые медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии подзюдо, сообщает Костак. В категории до 60 килограммов Нурканат Серегбаев завоевал золото. Мирей Мархамбетов завершил соревнование на втором месте. Вести до 66 килограммов Нуршултан Зайзагалиев поднялся на вторую ступень пьедестала. Жанарыс Рахмет Кали стал обладателем бронзы. Молодежный чемпионат Азии проходит в Таиланде. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Инстаграм парақшасына бір рет черту арқылы ауысу мүмкіндігінің жана қызметтен. Қараныз, сканерленіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаныз. Рика медиа товының жарнамалық қызметі. Шоқан Олиханып көшесі 35. Локомотив кино театры. Телефондары 220-250-222-300. Бұл жайғана QR-код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе рекатывы нүкте кезет сайтында, онлайн тында. Бір рет пасып толқын келес. Дәл қазір қосыл. Сіз жайғана жарнама беріңіз келеме. Күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз женілесеттесе аласыз. Небәрі үш жарияланым пакеті. Үнемді, ұңғайлы, сұйымен. Рика медиа товының жарнама қызметімен ойыңызды қасыпыңыз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300.